Этот мультик повествует очень простую историю о том, как мальчик и девочка, двойняшки, приехали в странный городок под названием Gravity Falls. Falls — это приставка, которая обычно существует в названиях американских городов, она означает, что в нём есть водопад. Но в данном случае происходит игра слов, то есть это как будто бы место, где распадается гравитация, то есть где она не действует, что нам уже намекает на что-то странное. Приезжают они к своему двоюродному дедушке Стэну, который является управляющим хижиной чудес. Хижина чудес — это такое завлекалово для туристов, где всё не настоящее, где всяких там чупакабр лепят из кусков различных животных, где разводят туристов на деньги и так далее. Но на самом деле этот дядюшка, дедушка оказывается потом не так уж и просто. Главные персонажи — это, собственно, вот эти двое ребят, Диппер и Мэйбл. Это их дедушка Стэн и двое ребят, которые работают в магазине дедушки Стэна в этой ижине. Это Вэнди, которая я сейчас пытаюсь косплеить, и Зуз. Всё началось с того, что создатель сериала Алекс Хирш родился тоже с девочкой-двойняшкой. То есть вот этот создатель сериала — это его сестрёнка. Поразительно похоже на тех ребят, которые были у нас на закладном слайде. И дело в том, что Алекс рассказывает, что он всегда хотел со своей сестрой заниматься примерно чем-чем занимаются ребята в сериале, поэтому, не имея возможности встречаться с тайнами и загадками в том объёме, в котором им бы это хотелось вживую, он создал сериал, в котором он и его сестра занимаются всякими интересными вещами. Сериал из-за этого получился очень личным, наполненным всякими вещами, которые очень нравятся детям. К примеру, в нём есть целых два тайных шифра, которые проходят через все серии, там их можно найти в финальных титрах. Вот, к примеру, кто в детстве делал свой тайный алфавит? Многие делали, да? Вот, это здорово, это круто, это нравится детям. Кроме этого, очень лично получилось из-за того, что Алекс Хирш озвучивает многих персонажей. Он озвучивает вот этого дедушку Стэна, он озвучивает старика Макгаггета, главного местного сумасшедшего изобретателя Зуса, который мы с вами видели, и главного загадочного персонажа сериала Билла Сайфера или Билла Шифра, смотря кто-то переводит на русский язык. Точно так же, как многие другие сериалы, его окружают многие культурные мемы, как, например, сделать свою Википедию. То есть, есть Википедия Gravity Call, где можно прочитать там про любой чих людей сериала, можно прочитать в том числе про те шифры, которые я вам рассказывала. Если вам это интересно, вот тонну информации советую к исследованию. Также это кроссоверы. Дело в том, что Алекс Хирш работал в Диснее вместе с создателем сериала Рики Морти, которого зовут Джастин Ройланд. И они с Джастином, еще будучи начинающими мультипликаторами, решили, что когда они будут делать свой большой продукт, который всем понравится, они его будут делать не ради денег, а ради фана. И они это подтверждают тем, что делают разные кроссоверы своих сериалов. К примеру, вот здесь, в серии с пришельцами, мы видим абрисы вот этого самого Билла Сайфера. Также есть прикол с порталами, которые появляются в одном мультфильме. Туда вылетает кружка и блокнот, и ручка Стэна, и они вылетают в Рики и Морти. Но, к сожалению, там не получилось найти хорошую картинку, хорошее разрешение. Поэтому вы просто посмотрите эти два сериала. Также другая вещь, которая, безусловно, окружает все стоящие фильмы, игры и так далее, это косплей. К примеру, я нашла очень шикарный косплей Мэйбл, у которой сейчас суперсила в кулаки котята. Вот такой шикарный косплей, который понравился даже Алексу Хиршу. Но есть и довольно странные вещи, к примеру, татуировки. То есть, вот есть классный рукав, который полностью забит людьми и животными из сериала, и вот этот самый Билл Сайфер. Хотя, казалось бы, почему странно, я думаю, что некоторые в этом зале тоже могут носить на себе татуировки из различных мультсериалов. Есть ли такие здесь? Есть, я смотрю. Да, да, да. У тебя есть татуировка? Нет. Мам, мам, у меня ее нет, честно. Вот. Ну и также есть такие вот видео на Ютубе, которые там рассказывают 10 секретов сериала Gravity Falls, 20 секретов сериала Gravity Falls. Вот, к примеру, в этом видео выясняли, что, возможно, Венди из России, и там была фраза «Если присмотреться к Венди, можете увидеть у нее на голове шапку-у-шапку». Ну, как бы интернет полнится. А где Ваша? Я косплею Венди из другой серии, когда она не спокойненько такая ходит, а я косплею Венди из последних серий, там, где она дерется, и это подчеркивает мои вот эти штуки. А где на порт? А такой вот он. Все с собой. Но, на самом деле, все вот эти вещи, которые окружают сериалы, стандартные, это не очень интересно. Что мне, в принципе, нравится в мультиках, которые появляются для детей в последнее время? К примеру, как вы думаете, откуда вот так-то стоит на сцене и узнала про перемещение во времени? Нет. Нет, нет. Это была Футурама. О-о-о-о! Да. У меня в детстве был седьмой канал, и очень многие вещи я узнала из Футурамы. Я боюсь, что даже мои какие-то политические мировоззрения могли формироваться благодаря этому сериалу. К примеру, там есть серия про парадокс дедушки, о том, как Фрай возвращается во времени назад, и очень боится, что его дедушка не оставит потомцев, не оставит внуков. Но в итоге там все заканчивается очень забавно, согласно этому же парадоксу. И в этой же серии, к слову, о кроссоверах с другими лекциями есть и вот эта фотография Несси. То есть сериалы начинают наполняться каким-то контентом, который является или культурно значимым, или несет себе какие-то научные загадки, явления и концепции. Не только мультики этим грешат, есть еще прекрасное произведение Алана Милл на Винни-Пух, в которое заложено на самом деле тоже очень много интересных смыслов. Недавно я нашла на элементах статью, которая называется «Недооцененные титаны науки. Ослик и Айя и Винни-Пух». И там объясняется, собственно, чем именно наполнил Алан Милл свое произведение. Вот, к примеру, одна цитата. «Как интересно!» – сказал Пух. «Я уронил шишку с той стороны, а она выплыла с этой. Интересно, все шишки так делаешь?» Он пошел и набрал еще шишек. «Да, они все так делали. Чувствуете? Это эксперимент». То есть детям показывают, как проходит эксперимент. Тогда он бросил две шишки сразу и стал ждать, какая из них выплывет первой. И одна из них выплыла первой, но так как они были одинакового размера, Пух не знал, была ли это та, которую он задумал, или другая. Он понимает, что нужно изменить условия эксперимента. Тогда в следующий раз он бросил одну большую, а другую маленькую. И большая выплыла первой, так как он и думал, а маленькая выплыла последней, как он тоже думал. Так что он выиграл два раза. Ну, в общем, понимаете, к чему тут все идет? Детям пытаются заложить в голову какие-то полезные вещи. Этим в Советском Союзе тоже пытались заниматься, но пытались заниматься немного в лоб. Было такое произведение, и потом мультик, которое называлось «Комитет охраны авторских прав природок». Шикарная книжка, она мне очень нравилась, но мультфильм сейчас может смотреть человек, только который очень сильно хочет познакомиться с этим постом культуры, потому что, во-первых, они расстались в разрешении 360 только лишь, во-вторых, ну, как я говорю, они действуют довольно в лоб. Вот, к примеру, там вот в первой серии знакомят зайца-меланиста с альбиносом-утконосом и проговаривают много раз, что вот есть животные-альбиносы, ну, и бла-бла-бла, как бы не все могут это пережить. Что до Gravity Falls? Опять же, не буду много рассказывать, вот один пример, который мне нравится. У них возле хижины чудес завелась такая себе бездонная, да, на bottomless pit. И, естественно, однажды они в нее упали. И вот они там летели очень долго-долго-долго, очень-очень-очень, и в итоге оказались вот здесь вот у ее края, там, откуда они начинали. Это очевидная отсылка, ну, вот долго летели, очевидная отсылка к бутылке клейна. То есть это поверхность, которая имеет только одну сторону, то есть невозможно проникнуть на ее другую сторону, поэтому вы все время движетесь пониже. То есть это как две ленты Мёбиуса, соединенные вместе. То есть детям не говорят, что это бутылка клейна, детям не говорят, что это как-то связано с физикой. Но, тем не менее, как бы концепция такая в голову закладывается. И если зайти на вот эту Википедию для Gravity Falls, там можно найти сообщение о том, что в каких-то там добавочках, добавочных там всяких комиксах и прочих, написано, что вот в этой яме была какая-то там штука с четвертым измерением. То есть ребенок знакомится с тем, что бывает четвертое измерение, бывают все такие майндблоу-штуки. Еще один пример из последнего сезона, вообще их там два. Третий сезон делать не собираются, и это очень круто, потому что это здорово, заканчивать мультфильмы на такой идущий вверх тенденции. Очень крышесносная серия, когда Мэйбл конструирует идеальную для нее реальность. И вот несколько серий подряд герои пытаются понять, насколько это хорошо, когда у тебя есть искусственная реальность, которая для тебя абсолютно оптимальная, но тем не менее она все еще искусственная. Вот, как мы видим, Мэйбл считает, что все в порядке, ребята не очень. То есть, опять же, в красивую такую обертку заложены очень серьезные размышления, очень интересные вещи. Что мне еще нравится в этом сериале? В нем нет супергероев. То есть, самая главная сила, которая есть у персонажей, это знания, которые они получают из дневника одного исследователя, который тоже пытался разгадать тайны Gravity Falls. Вот они гоняются за этими книгами, и у кого книг больше, кто знает больше, тот, грубо говоря, и выигрывает. Это очень круто, потому что концепция супергеройства, она чему учит? Человека, маленького или большого, что может произойти что-то такое от тебя независящее, и ты сразу станешь классным. А эта серия, ну, не только эта серия, этот сериал, он учит тому, что долго и планомерно двигаясь с помощью настоящего знания в какую-то сторону, ты можешь победить, там, спасти своих друзей и так далее. Что мне поначалу не очень понравилось? Мне не очень понравилось, что в этой паре, Димбл и Мэйбл, мальчик такой любит науку и гоняется за загадками, а девочка такая сбалмошная, эксцентричная и прикольная, там, с большим социальным капиталом. Потом же я поняла, что несмотря на то, что у них такие, скажем так, довольно типичные гендерные роли, когда дело доходит до серьезной драки, вот, они все дерутся вместе, и, в общем, каждый применяет тот потенциал, которым обладает для общего дела. Вот. Закончить я хочу лишь тем, что пенальные слова этого сериала также очень хороши. В титрах, в последних говорят, что некоторые считают, что Gravity Falls не существует. Но если вы смелы и если вы любите загадки и опасности, то идите и найдите его. Вот это вам всем желаю. Теперь прошу ваши вопросы. А как вы относитесь к тому, что продолжение все-таки будет, но не в таком ключе, как мультсериала, потому что Disney, этот, Gravity Falls принес очень большие деньги в плане мерчендайза и прочего, и как бы от продолжения просто бессмысленно отказываться. И, как бы, скорее всего, будет продолжение в лице сериала, в лице, может быть, даже третьего сезона, но... Но без, возможно, даже без Хирша. Ну, короче, как вы к этому относитесь? Ну, я считаю, что этот сериал без Хирша... Ну, я только что рассказывала, насколько он личный, но это уже будет что-то другое. То есть, возможно, это будет тоже клевое продолжение, но оно будет абсолютно другим. Я читала, что, возможно, будут общий сезон с Риком и Морди. Вот это мне больше нравится на самом деле. Ну, в общем, безусловно, какое бы ни было продолжение, я его посмотрю, конечно, но если там не будет Алекса Хирша, то в реале оно будет понравиться. Как вы, ну, здесь, ну, просто немножко другое мнение, что все-таки один супергерой в этом сериале есть? Это Мэйбл. Без нее тут ничего не происходит. Если ее нет, ничего не происходит. Если она есть, все крутится. Ну, я не рассматриваю это как концепцию супергеройства, потому что не было никакого, знаете, паука, который спустился, там, укусил ее. Может, просто это ее... Ну, не знаю, я бы не оценивала это так, что это мир Мэйбл. Вот, мне кажется, что это мир всех этих людей, которые в нем варятся. И да, возможно, есть люди, которые более заметны, и есть люди, которые менее заметны. Я, честно говоря, думала, что вы скажете, что Билл Сайфер – это какой-то типа супергерой. Вот, но это просто существо из другого мира, которое обладает способностями, но тем не менее... С кем из медведей ты чувствуешь большее духовное отство? С какой reality-фолмс ты чувствуешь большее духовное отство? Потому что косплеи – это косплеи, но душевное состояние. Ну, честно говоря, ни один из медведей в полной мере не отображает моего широкого, глубокого внутреннего мира. Но вот ты же мне писал недавно и сейчас говорил о том, что у панды... Не пей все. У панды... Что у панды аллергия на пульту и все прочее. Я вот как раз жду с календарем, что скоро у меня начнется сильная лихорадка, и я буду страдать, поэтому можно сказать, что панды. А из Харжа? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Ну, косплейт Мэйбл я решила, потому что... Ну, мне нравится этот персонаж. Мэйбл? Ой, Мэйбл, да, спасибо. Мэйбл вон сидит. Потому что... Потому что это такой сильный женский персонаж, который там помогает ребятам. Если убирать из Мэйбл и Диппера, я, наверное, скорее Мэйбл. К сожалению. Кстати, вот насчет супергероев. А разве Стэнги? Ну, у него же как... Ну, так сказать. Все-таки была какая-то суперсила? Нет. Нет. Суперсила — это знание. Ну да, понятно. Дружба — это магия, а знание — это суперсила. А что вы говорили, что у меня было никаких случайностей? Он же типа нашел Диппера? В смысле у меня было случайностей? Диппера в самой первой серии. Ну, смотри, я имею в виду, что не было какой-то случайности, которая дала бы ему какую-то безусловную силу, вот типа чляк, и он сразу видит через стену. А то, что нашел Дневник, да, это, конечно, было случайно, случайности бывают. Я имею в виду, что... Ну, этот Дневник, он же не всосался ему в мозг сразу, да, не получил все эти знания, как раскрывший Дневник. То есть ему приходилось потом им пользоваться, ему приходилось очень долго пытаться понять, что же там говорится. То есть ты же знаешь, что там были в том числе и серии, когда и Дневник-то не помогал, когда приходилось делать сложные логические музыкальные учения для того, чтобы делать следующие шаги. Ну что же, думаю, все. Спасибо большое за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...